Всем привет! Друзья, наконец мы доехали до Сочи. Для тех, кто не смотрел нас с самого начала, мы посещали все курорты от Новороссийска как раз таки до этого курорта. Доехали, прогуляемся, посмотрим, покажем вам. Надеюсь, прогулочка и сегодня будет полезной и интересной. Ну и как всегда, прежде чем начнем, попросим поддержать лайками, отдыхайками. Подписывайтесь на канал. Начинаем! Сегодня с Серегой мы прогуляемся вдвоем. Андрюхе что-то там стало тошнить, живот болит, остался в машине с мамой. Хотели было поехать домой, но посмотрели там в пробке 10 часов стоять. Как стало известно, Лермонтово практически смыло с лица земли сегодня ночью. Надеюсь, что к завтрашнему утру движение восстановят, можно будет нормально доехать. Ну пока прогуляемся с Серегой вдвоем. Надеюсь, будет весело и интересно. Мы уже прогуливались в прямом эфире и так осмотрелись, что да как. На всякий случай ссылка будет на стрим в описании под этим видео. Единственный пляж во всем Сочи, который мы встретили, на котором можно купаться. Как у нас в простонародье говорят, находится он за клюшкой. Сюда сильные волны не достают. Ну и пользуются популярностью. Практически полный. Люди не только загорают, повторюсь, но и купаются. И также напротив него, есть еще одно комфортное место для отдыха. Сейчас покажу приз курант, потому что он, естественно, это место, точнее, платное. Шезлонг 350 рублей. Матрас 100. Ну, в принципе, все перед вами. Можете зачитывать. Полотенце покупка. Это не аренда. Пользование душем, конечно же, только для постояльцев этой зоны. А вот детская площадка доступна для всех, насколько я понимаю. Серега не мог не воспользоваться данным предложением. Что, Серега, пойдем, зайдем на пляж. Принимать водные процедуры, конечно, сегодня не будем. И вообще не рекомендую этого делать. Ну, потому что после штормов, после розлива рек обычно появляются различные кишечные палочки, ротовирусы и прочее. Лучше выждать пару дней. Итак, что же нам сегодня послала небесная канцелярия? Согласно Гидромет Ютуб по помощи центру, температура воздуха на 6 июля 2021 год 28,6 градусов тепла. Смотрим, какая же вода. 25,1 градус тепла. Ну, что ж, не сильно она все-таки остыла после шторма. В принципе, была 26-27 градусов средняя по побережью. Вот здесь какой-то родник талых вод прямиком из Алтая вытекает. Но, если честно, никакого запаха каналии я не чувствую. Думаю, кроме шуток, это обычные ливневые воды. Это, кстати, был пляж Маяк. Сейчас еще раз покажу его уже с другого ракурса. И здесь такая же пляжная, припляжная зона за отдельную плату. Граффити. Думаю, какая-то знакомая фотография, знакомое лицо. Если у человека появится возможность вести необычную жизнь, он не имеет права от нее отказываться. Жак-Ик в кусто. А ведь не все знают сейчас из молодежи, кто это такой был. Еще раз немного повторюсь. У нас в планах двигаться дальше, посетить Адлер и Абхазию. Раздавали листовки, туры как раз-таки в Абхазию. Цена взрослой 1900. Но все дополнительные экскурсии, все за отдельную плату. Там какая-то пещера будет 500 рублей за нее. Дача Сталина 200 рублей. Какие-то водопады еще 200 рублей. Ну, в общем, так выходит кругленькая сумма. Уже в 10 тысяч точно не уложимся вчетвером. Мороженое в шариках. Ну, здесь точка закрыта. А так проходили 100 рублей за один шарик. Это дороговато. Кто узнал этих персонажей, целая очередь сфотографироваться. Думаю, они не нуждаются в представлении. И, конечно же, Лелик с Гешей. Небольшое кафе. Мидии порция. 700 грамм 470 рублей. Устрицы 3 штуки. 777 рублей. Шампанское в подарок. Но за такие цены можно и бутыль шампанского подогнать. Ну, и все остальное меню также перед вами. Серега, смотри, сколько на дне монеток. Ну, ну, да. Можно подобрать. Да, я купить часть своего отпуска. Берите на заметку, не благодарите. Вообще, пару слов о Сочи. Для тех, кто все-таки ни разу здесь не был. Чем же привлекает сюда этот курорт всех отдыхающих? Ну, скажу от себя. В первую очередь, экзотические деревья. Почти весь город усыпан пальмами, какими-то бананами цветущими, лопухами. Ну, таких, например, растений в Новороссийске я не встречал. Ну, а из минусов, это все-таки город, курорт, пробки, какая-то городская суета. Это, конечно, мне точно не нравится. Таких пробок на пешеходном переходе в своем городе я, не побоюсь этого слова, не видел никогда. Но, может, только в самые праздничные дни, 9 мая. Сейчас подошли, предложили морские прогулки на яхте. Цена 4 500. Если собрать группу около 10 человек, то цена будет 1200 взрослых или 600 рублей ребенок. Это часовая прогулка. Либо трехчасовая с рыбалкой будет стоить уже 2000 за человека. Здорово, братуха, держи краба. Ай, красавчик! Мест нет. Это о парковке. Да, это, пожалуй, еще один большой минус Сочи. Приехали в центр. Ну, максимально близко здесь припарковаться нет от слова вообще. То есть, три круга навернули, ни разу никто не отъехал, не приехал. И то все стоят под запрещающим знаком. Доехали аж за парк Ривьеры. Ну, до пляжа это примерно километра два, наверное, пешочком топали. Ну, ничего, мы люди спортивные с Серегой. Но выберите на заметку. Переходим реку Сочи. Название реки одноименная с самим городом. Говорят, что вчера еще уровень воды поднимался практически до самых краев. Решили взять кваску. А это местный квас, да? Или староминской? Местный, да? Не-не-не, местный. Очень скруто. Ммм, как освежает. Переходим в дорогу. И здесь как раз-таки находится легендарный парк Ривьера. Основан в 1898 году. Конечно, прогуляемся и там. Серега, ну что, освежает лимонад? Угу. Того же мнения. Скульптура 21 века. Кофе, смартфон в руке. И никакого внимания друг на друга. Вот примерно такая же картина, только уже вживую. Вперед, быки! Вперед, быки! Вперед, быки! Вперед, быки! Красавчик! На первый взгляд это пианино Тапиарий. Но сейчас я вам покажу обратное. И сыграю самое, что ни на есть, настоящее музыкальное произведение. Ну как? Здорово! Комната страха. Ну что, Серега, прокатимся? Да. Там какой-то пират Джек. Сейчас узнаем цену. Цена 250 рублей, но, к сожалению, что-то поломалось. Видимо, не судьба. Здорово, братуха! Как сам? Что там, страшно у вас? Нет? Говорит, что страшно. Ну, бог даст, в другой раз посетим. А может быть и сегодня вернемся еще. Да, Серега? Да. А ну-ка, Серега, залезешь, покажешь мастер-класс этим голым мужикам. Что тут они разделись и исполняют, а? Дельфинарий Ривьера. Вашему вниманию, меню и цены. Сейчас все покажу. Что-то тут сам черт ногу сломит. Вроде написано Дельфинарий. А столько всего еще, кроме этого. Так, вот детский 800 рублей, взрослый 1000 рублей. Ну, также, помимо этого, как я сказал ранее, много чего интересного. Цены перед вами. На крокодилов поглазеть стоит 350 рублей. О, какие морские деликатесы, а? Серега, ты посмотри на эти мидии, а? Как они аппетитно выглядят. И каждая из них больше, чем моя сковородка, раз в 10, наверное. Как же их жарить? Вопрос. Комната смеха. Цена здесь взрослой 50 рублей, дети до 7 лет 30 рублей. Ну, как говорится, кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Я думаю, комната смеха эта тоже касается. Серега, ты видишь этого человека? Да. В теннис играет. Ты знаешь, кто это? Нет. И я не знаю. Но говорят, что у него черный пояс по теннису. Что это за касса? Конный театр. Расписание и, конечно же, цены. 400 рублей, длительность 30 минут. Ну, какие-то представления на лошадях. Уточнил здесь два вида шоу. Первое цирковое. То есть, ну, как обычно, катание на лошадях, всякие представления. Кручение мячей верхом на лошадях. Метание копий. Ну, и так далее. И это стоит 400 рублей. И также театральное шоу, то есть, полноценное со сценарием. Это уже будет стоить 600 рублей. Дети до 5 лет и там и там бесплатно. Кафе Ривьера. Не можем пройти мимо, чтобы не показать вам меню и цены. На мой взгляд, самое аппетитное из всего меню сало с чесноком. От одного только слова у меня слюнки текут. Питьевой бювет. Что-то так хочется пить по-настоящему. Зайдем попить воды. Здесь можно абсолютно бесплатно. Также продается тара на вынос. Ну, можно со своей тары тоже набрать бесплатно. Либо здесь купить. Литровая бутылка стоит 30 рублей, 0,5. 20 рублей, либо стаканчик 3 рубля. Наберем, отведаем этой целебной водицы. Окраники, походу, специально сделали так низко, чтобы полторашки и пятишки не набирали. Ну-ка, глоток молодильной водицы. Помолодел? Действительно, вода непростая. Чувствуется привкус минералки, да? Да. Ты помолодел? Да. На сколько лет? На 10? То есть тебе минус 4. Да. Ну, я тоже где-то десяточку скинул. Написано, набор воды бесплатно пол-литра на человека. Ну, мы попили, мы же не набрали. И плюс как раз литр на двоих взяли с собой. Вернулись в комнату страха. Заработала! Серега! Сейчас прокатимся, отложим пару кирпичей там им. Ну, судя по всему, мы следующие. Страшно. Нет, папа. Ну, что, сейчас начинаем, прокатимся. Здорово, братуха. Ты бил прихлоп? А? Уважаемый. Как тут холодно, а? О, у человека глаз выпал. Бедный человек, а. А-а-а-а-а! Стены падают прям на нас. А-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а! кирпич отложил ну так если честно страшновато было да только когда стены падали конечно же парк аттракционов уже не только для детей но и для взрослых посмотрим по каким ценам а это уже комната смеха причем бесплатно ну-ка серега банки вот это банки а здесь еще несколько каруселей и есть мой любимый аттракцион покорми пираний своим телом цена 5 минут за 200 рублей добрались до машины что-то андрюха говорит лучше не стал себя чувствовать но смысла ехать сейчас новороссийск нет потому что в лермонтово встанем все равно до ночи сейчас прокатимся в адлер а там посмотрим уже по самочувствию либо это будет дальше абхазия либо все-таки будем возвращаться в новороссийск как всегда в завершении если понравилась сегодняшняя прогулочка поддержите лайками баллайками пишите комментарии задавайте вопросы подписывайтесь на канал колокольки колокольчик до новых встреч всех обняли приподняли поставили увидимся отдыхайте тоже с youtube каналом папа может